Вы же понимаете, что крипта это пузырь, который уже лопнул. Что за глупость вкидывать большую часть своего капитала в крипту? Платежный инструмент? Конечно же, да. Долгосрочная инвестиция? Ну, прям вред. Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня я вам расскажу, почему же крипта себя изжила. Расскажу про чуть ли не единственный способ заработка на криптовалюте. Поэтому досматривайте это видео до конца, и, возможно, оно вам поможет посмотреть на современный крипторынок абсолютно другим взглядом. Но стоит отметить, что мое мнение не является финансовой рекомендацией, это очень субъективно все, и оно может поменяться в любой момент, потому что это крипта, потому что это рынок, и идет тот, кто не меняет своего мнения. Если вы помните, раньше я очень даже верила в крипту. Правда, я с трудом верю, что сейчас это мнение может поменяться, но все же имейте это в виду. Так, хватит блатомней, давайте переходить прям к сути, будем с вами разговаривать по пунктам. Надеюсь, все из вас слышали про старого Джо. Это отец Джона Кеннеди. Он осенью 1929 года очень выгодно продал свои акции прямо перед крахом рынка. В рейтинге даже появился термин, посвященный его имени. Просто дело в том, что есть легенда, что 21 октября 1929 года наш старый Джо шел по улице, остановился перед чистильщиком обуви, и пока тот выполнял свою работу, сообщил, что у его отца есть акции, и попросил совета. Старик Джо очень удивился этому и, соответственно, продал все акции, потому что ему показалось странным, что они есть даже у чистильщика обуви. Он посчитал, что крах близко. Уоррен Байкет говорил, что если сапожник говорит о том, что надо срочно покупать акции, значит, их нужно срочно скидывать. Понимаете, к чему я? Если из 10 ваших знакомых хотя бы у пятерых есть грамм битка, да пофиг даже любой криптовалюты, не кажется ли вам это странным для рынка? Надо валить с этой планеты. Честно, я очень сильно удивилась, когда мне начали звонить знакомые, достаточно взрослые люди, такие, Ксю, я зарегистрировался на бинансе, куда здесь нажать, чтобы купить биткоин? При том, что эти люди вообще никак не связаны с интернет-деятельностью, вообще никак не связаны там с криптой, ни с чем, просто они такие, о, биткоин, я сейчас его куплю и разбогатею, стопудово будут иксы. Сомневаешь. Следующий пункт. Очень многие криптоэнтузиасты кричат о том, что вот в 2010 году никто не верил в биткоин, а теперь сколько он стоит и так далее и тому подобное. Блин, вы угораете, что ли? В 2010 году вообще никто не понимал, что такое блокчейн, как это все устроено, и будет ли это вообще работать, жить, развиваться. И эти люди теперь говорят о том, что вот теперь со многими монетами будет вот так же. На тот момент, когда никто не верил в биткоин, никто о нем не знал. Еще раз это повторю. Очень глупо то время сравнивать с нынешним, потому что это уже не новая какая-то система, это не новое какое-то направление. Кстати, если вам интересно новое направление, то я считаю, что нейросети искусственный интеллект будет развиваться. Ладно, это не в тему. Это тема, которая уже работает. Это тема, в которую уже все верят. Неужели, если в нее все верят, она такая, о, ну, в меня поверили, тогда я поскакала наверх. Ну, бред же. Запредельная тупость. Дальше, следующий пункт. Вы мне скажете, вот, монетка на той неделе дала там X100. А сколько монет вы купили до этого, которые мало того, что не дали никакой прибыли, так еще и тащили ваш портфель просто в болото. Сколько монет лежало в вашем портфеле там на десятилетие, которые вы оставили, и теперь эти монеты ничего не стоят. Сколько процентов должна дать хотя бы одна монетка из вашего портфеля, чтобы вытащить его из минуса? Просто реально подумайте. Я об этом задумалась, когда такая, блин, ну я вкладывала в крипту тогда-то. Тогда у меня там 4000 долларов превратились в 900 долларов. Ладно, обнулились. Если я о крипте ничего не знала, окей, дальше, я вложила тогда-то опять в портфель минус. В любой портфель, в который я сейчас в свой захожу, я такая, ага, единственный портфель, который у меня чуть-чуть там минусе там на 150 долларов, это тот, который я постоянно покупала на просадках. То есть, честно, у меня сейчас искреннее желание подать абсолютно всю крипту, которая у меня есть, и оставить, знаете, из разряда там 100 баксов, ну там или 1000 долларов, и посмотреть через 10 лет. Но по факту я не верю в то, что эти монеты выстрелят. И давайте сейчас вот самый интересный, по моему мнению, пункт. На самом деле, вы скажете, что достаточно глупо будет сравнивать, но все же я провела у себя еще одну параллель в голове, которая просто не дает мне покоя. Многие из вас знакомы с проектом Степан, который выглядел очень убедительно. Когда этот проект летел на дно, никто не верил, что это конец. Все думали, что вот-вот, вот сейчас пройдет эта просадка, и монеточки наши там в ГМТ как минимум полетят наверх. Ну да, ну да. Да даже я верила, я верила в то, что это не пирамида. Я верила в то, что действительно мир улучшается, действительно. Теперь люди много зарабатывают на рекламе, на спонсорах и так далее, и тому подобное. Просто этими деньгами делятся с теми, кто смотрит эту рекламу. Но прикольно же, это же как и благотворительность, и движение, улучшение мира, и экологии. Вау! По факту, скамина скаминская. Да в принципе, проект, он не остановился, он не закончился, он работает до сих пор. До сих пор какие-то коллаборации выходят, до сих пор люди ходят, покупают себе кроссовки, покупают себе какие-то атрибуты. Постоянно приложение улучшается, но выплаты там сейчас настолько ничтожны, что, чтобы люди отбили свои минуса, нужно, чтобы их внуки еще дохаживали в этих NFT-кроссовках, зарабатывали эти монетки. Ну, я думаю, что лет так 50. В принципе, такое же сходство. Крипта развивается, крипта это круто. Ограниченная эмиссия. Не все битки еще добыли. О, классно все летит вверх. Так, сейчас просадка по законам рынка. После просадки будет восхождение, так называемое. Но по факту просадка, просадка и просадка. Периодически, знаете, такие плевочки, когда люди такие, о, сейчас крипта заживет, крипта сейчас выстрелит. Я даже сейчас не исключаю этого момента, что будет какое-то краткосрочное повышение крипторынка, чтобы бросить пыль в глаза. И так, кидывайте еще. Вот он бычий рынок. Все, мы вышли из-за медвежки, все, закончилось вот это вот. Осеннее, весеннее, зимнее, летнее депрессня. Как все там. Так, осенний сезон, он не очень для крипты. Ничего не очень для крипты. Блин, я сейчас выгляжу на самом деле, как анти-крипто-энтузиаст. Прям вот против-против-против. На самом деле, я думаю, что пунктов вам достаточно. Давайте сейчас перейдем к тому, как можно зарабатывать на крипте. И все же то, во что крипте я верю. Как я говорила в начале этого видео, это очень крутой, прям максимально крутой платежный инструмент. То есть, скидывать из одной страны в другую, анонимно, без имен, без паспортов. Скинуть себе на кошелек, там, USDT. Полететь в другую страну, там снять наличку, ничего не провозить через таможню. Максимально интересно, максимально круто. И я не понимаю, почему до сих пор все государства не узаконили это как платежный инструмент, чтобы получать с этого хотя бы какие-то отчисления. И, скорее всего, это будет развиваться просто в невероятных размерах. Скорее всего, это будет прогрессировать со скоростью света. Именно вот перекидывать друг другу банки. Это дешево, это быстро, это надежно, это классно. Далее, как мы можем зарабатывать на крипте? У нас с вами есть трейдинг. Классная штука, на самом деле, очень многие противники трейдинга. Я отчасти противница трейдинга для большинства людей, потому что 95% людей никогда не смогут заработать, как минимум из-за своего азарта. И даже те люди, которые говорят, я вообще там не азартная, я вообще не азартная, я смогу держать себя в руках. На самом деле, нет. Всем азартные, только 5% людей смогут зарабатывать на трейдинге. Опять же, на каком трейдинге? Я верю только, если мы берем крипту, скальпинг внутри дня. Она настолько волатильна, что открываться там на неделю, на месяц, на полгода, там, средний срок, долгосрок, неважно, я считаю, не очень классно. Если брать трейдинг внутри дня, мы можем ловить достаточно классные движения. Опять же, моя стратегия какая? Это большие плечи. То есть, 20-е плечо, по моей основной стратегии, оно самое оптимальное, когда мы ловим маленькие движения рынка на более крупном плече и просто чуть-чуть, по чуть-чуть собираем эту прибыль. То есть, если вы хотите зарабатывать на криптовалюте, смотрите в это направление. Но, опять же, еще раз повторюсь, трейдинги смогут заработать не более 5% людей, которые туда приходят, остальные просто потеряют все свои деньги. Особенно, если ваши деньги какие-то заемные, кредитные, последние, 100% вы их построите на трейдинге. У меня вот есть обучение, как вы знаете, я его сейчас не рекламирую. У меня есть один человек, он купил доступ к моим курсам. То есть, там я обучаю трейдингу, арбитражу трафика, трафика, не крипты, имейте в виду, и инфобизнесу. Этот человек постоянно сливает деньги на брокеры бинарных опционов. То есть, достаточно часто он к нам в чат пишет, блин, опять слил, блин, то, блин, все. При том, что у него есть готовый алгоритм, по которому зарабатывать. То есть, он смотрел мой курс по трейдингу, вот он алгоритм. Но этот алгоритм, он не по бинаркам, он по взрослому трейдингу. По бинаркам я, там, по-моему, один или два видоса выпустила в курсе. И по итогу, каждый раз, когда я пишу, блин, ну почему вы себя не подстрахуете, почему, для чего вы просто сливаете бабки, он говорит, у меня не получится, у меня то-то, то-то. Он не смотрит под другим углом, под другим градусом. Я ему уже тысячу раз сказала, что если он выложит видео, как у него не получается торговать, он найдет очень много единомышленников. А как мы знаем, единомышленники это трафик. С трафиком мы что делаем? Конечно же, монетизируем. И получается так, что на протяжении вот этих многих лет я убедилась, что если вы занимаетесь трейдингом, это нужно страховать. Я интуитивно как-то это сделала очень много лет назад. Начала снимать видосики, зарабатывать там на реферальных ссылках, зарабатывать там на продаже каких-то своих услуг и подстраховала. И поэтому каждый мой сливной день он был подстрахован другим доходом, другим источником. Сейчас, если вы смотрите в сторону заработка на крипте, конкретно если вы смотрите в сторону заработка на трейдинге, я вам рекомендую сначала подстраховать себя. То есть сначала заиметь другой источник дохода, который будет приносить вам достаточно много денег. И только после этого вливать какие-то там большие крупные бюджеты именно в трейдинг. Как сказал сейчас один из моих знакомых, трейдинг это хобби для богатых. Просто запоминайте эту фразу и держите ее у себя в голове. В интернете достаточно много возможностей. Вы можете зарабатывать сколько угодно денег, абсолютно не вкладывая ни копейки. Да, вы будете инвестировать свое время, свои какие-то умственные ресурсы, но при этом прикиньте, если вы немножко поменяете фокус обзора, если вы перестанете гнаться за легкими деньгами, там вложили 100 баксов в монетку и хотите получить 5000 долларов с этой монетки. Все, выключайтесь. Если вы действительно хотите зарабатывать в интернете, смотрите другие специальности, другие профессии. А свободные деньги уже как-то пытаетесь приумножить какую-то часть, не все деньги. Но про это я буду записывать отдельное видео, поэтому не буду вам много об этом рассказывать. Вот, и получается так, что если вам нужны прям готовые алгоритмы по заработку, приходите ко мне в телегу, у меня там есть ссылки на обучение, на мое. По инфобизнесу, опять же, по арбитражу трафика, это репссылки и по трейдингу. Почему-то много людей покупают просто курс по трейдингу, но я вам все уже сказала по этому поводу, вряд ли вы там заработаете. Даже с учетом того, что у вас есть 100% готовый алгоритм действий. Ладно, как-то уже стало достаточно много воды. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного пропита, всем пока-пока!